Привет всем! Вот что у меня есть. И таких у меня целая коллекция. Скупал очень долгое время на ebay это у нас журнал time от 25 октября 1943 года и господин молотов господин молотов на обложке и внутри там вот все то что показывает что неважно какая страна важно какой у нее пиар у меня было четыре отдельных выпуска которые были посвящены про советской пропаганде в голливуде и я также показывал там номера журнала life со сталина на обложке покажу еще раз в следующих выпусках и я потихонечку буду ознакомить вот с этой не совершенно неизвестной ныне страницы истории взаимоотношения наших двух стран не только наших двух стран еще и англии потому что она здесь упоминается очень интересно посмотреть как в сорок третьем году в американской прессе освещались события второй мировой войны ну потому что у нас и знаете как это все было да это вот такой пафос абсолютно наигрыванный и естественно оправданный потому что огромное количество жертв страна находится почти в катастрофическом состоянии мы выиграли эту войну с надрывом ценой ну в общем чего я вам рассказываю да у всех у нас есть в семье тому явные свидетельства и у меня бабушка блокадница и дед на невском пятачке воевал и если мне выпуски об этом уже две штуки на канале то есть мы это все прекрасно понимаем то есть для нас война это это священная до идет священная война как это было для американцев тут нужно сделать пару пояснений конечно во первых америка была за океаном и в штатах в то время вот гитлера не воспринимали особенно в начале войны как знаете такого изверга его воспринимали как одного из крупнейших игроков в этой мировой политики и в этой связи я позволю вам продемонстрировать и зачитать некоторые совершенно поразившие меня вещи но я думаю что и вам они покажутся не менее интересными хочу заранее предупредить что будет очень много текста но она того стоит чтобы вы вот реально погрузились в атмосферу той эпохи для начала надо сказать что этот журнал он перемежается рекламами рекламами причем военной продукции и в этой рекламе производители этой военной продукции ассоциируют себя с войной через это соответственно продвигают какие-то свои товары вот соответственно например west house дает танкам смертельную точность в бою речь идет про пушечный стабилизатор это вот про специальное устройство которое производится этой фирмы west house тут такие прекрасные вообще идут его характеристики америка позволяет повысить точность выстрела на ходу более чем 500 процентов на 500 процентов она позволяет нашим танкам стрелять без остановки даже на самом неровном поле боя точность west house военное время позволит построить лучший послевоенный мир ну то есть опять-таки представляете на 43 году кто-нибудь такой журнал посмотрел у нас в россии и естественно в конце идет сноска о том что точно такие же стандарты о которых невозможно было мечтать до войны будут означать превосходное долговечное оборудование для вашего послевоенного дома лучше электрических холодильники автоматически домашние стиральные машины и множество других приборов которые сделают имя west house синонимом качественного домашнего оборудования заводов в 25 городах офисы повсеместно питцбург пенсильвания да то есть вот они делали холодильник и стиральные машины сейчас выпускают эти прицелы причем мой переводчик огромное спасибо еще в конце скажу пару слов про него пишет интересный момент состоит в том что пока west house рекламировал секретные секретные стабилизаторы у экипажей танков не было инструкции по их применению поскольку они были настолько секретные только некоторым экипажам удавалось достать инструкции и да у них показатели точности действительно были лучше ну или вот известное нам словом базука базука еще одно секретное оружие которое рассказывает об истории компании филко на войне то есть эта компания филко производила эту базуку но и тут идет описание базука делает команду из двух бойцов самым настоящим разрушительным торнадо опять таки вот копирай да примененный к военному времени танки доты дзоты здание мосты железной дороги вянут под огнем этого смертоносного ракетного снаряда дальше соответственно превозносится это все также это является обещание будущего когда руководству филко представит вам новейшие военные разработки в гражданских радиостанциях телевизорах холодильниках и кондиционерах вот это вам например такая совершенно неожиданная вещь ну а теперь переходим к тому как освещались события некоторые личности уже касательно россии да в тему нашей собственно ну тема проекта россии чужой взгляд значит первый фронт он назван так первым фронтом россия остается первым фронтом самым массивным интенсивным вермахт не получил передышки на днепре только больше крови битв и озадаченности красная армия прогрызлась через запорожье свирепо сцепилась за гомель киев и мелитополь пробилась через немецкую оборону между крупными городами разбила фланг неприятелю днепровской петли угрожает катастрофой крупной группировки войск вермахта в крыму то есть речь идет о том что и миду чуть чуть переделать и вот вам описание в принципе футбольных матчей победа русских обошлись большими потерями ну это правда во время важнейшей конференции между советскими британскими советские дипломатами это стало дополнительным аргументом пользу открытия второго фронта на западе но свою очередь британцы американцы могут без извинений указать на свою долю в коалиционной войне то есть второй фронт они не открывают но вот на свою долю в коалиционной войне они указывают второй фронт который сможет сравниться с российскими усилиями придет только тогда когда глубокий тыл нацистов будет достаточно ослаблен то есть прямым текстом заявляется о том что они не собираются как бы открывать второй фронт пока не почувствует к тому нужную ситуацию и это пишется официально в одном из главных сми того времени аргумент союзников связан с выбором точного времени правильного метода для нанесения удара в этом адольф гитлер может найти скудное утешение то есть журналист автор этой статьи опять таки видит что гитлер это очередной такой военный да он может видеть в этом утешение потому что союзники намерены не открывать второй фронт и пока они не открывают второй фронт германии есть шансы продолжать войну и может быть даже добиться успеха москва радовалась и набиралась уверенности дважды за неделю залпы пушек объявили о новых успехов днепр форсирован освобождение киева приближается с каждым днем какая актуальная нынче информация прохладное дыхание зимы уже настигла город но ничего пишется по-английски это неважно победа витает в воздухе и он пах хорошо после двух жестоких тревожных лет в городе царит праздничная атмосфера улица наполнена офицерами и людьми с множеством медали на отлично смотрящейся форме балет опера концерты спектакли фильмы привлекают большие большие толпы народа станции метро светится яркой розовой краской свежая штукатурка скрывает шрамы на мободированных зданиях московская уверенность складывается не только от военных побед значит тут идет описание того какая приезжает делегация кордалл халл и энтони идона соответственно и сша и англии приехали на столь долго ожидаемую конференцию с вячеславом молотом вот тут у нас наконец появляется фигура молотова дальше идет описание всей остальной делегации русские готовы обсудить свп союзное военное правительство на оккупированной территории в которой они видят схемы будущего мира и мне нравится его текущий состав они остро критикуют его работу кто бы сомневался по существу основными задачами россии являются какие же крайне интересно полный разгром гитлерской германии понятно защита от возможного будущего нападения тоже понятно чтобы достигать этих целей русских готов воспользоваться любым оружием из политического арсенала военная сила альянсы вооруженная изоляция коллективная ответственность или эксклюзивной сферы влияния на выбор оружия влияет урожай который красный серб собирается собрать видите какие интересные обороты речи это проницательная реал политик это термин еще 19 века реальная политика не только продукт сталинского ума и вот здесь начинается во многом ему очень помогла маленькая группа твердолобых партийных боссов большинстве своем неизвестных остальному миру эта группа связана между собой общими узами коммунистической веры сильного национализма длительным и суровым испытанием тела и духа в царских тюрьмах ссылках и гражданской войне для каждого члена этой шайки россия представляет собой остров омываемый разгневанным капиталическими волнами каждого из них по существу можно сравнить с изоляционистом из среднего запада на красном фоне девиз этой банды в старой русской поговорке шелками жить по волчьи жить ну быть имеется ввиду они предлагают говорить с капиталистическими волками на волчьем языке политики с позиции силы жестко без сентиментальности железной рукой эта группа оставалась в тени пока блистательный дряблый максим литвинов подавался международной подачи двадцать девятом тридцать девятых годах но когда махинский пакт положил конец женевскими мечтам националистическая банда вышла на первый план один из ее членов вячеслав молотов сменил литвинова на должности комиссара иностранных дел также среди так этой это извините оттуда странички перепутались одну секундочку вот очень хороший момент про переговоры русские хотят сильную и дружелюбную польшу можете себе так представить сильную дружелюбную польшу пишет times по информации польских источников британия не официально призывает польское правительство в изгнании передать препятствие болота россии оставить себе важный город и львов привет украина и предположительно компенсировать это приобретениями восточной пруссии немецкой селезии другие области разногласия конфликтующих взгляды на них также известно заранее сэр хочет сильную дружелюбную германию сша и британия ходят ослабленную германию можете себе представить россия как прямо заявила ее пресса на прошлой неделе отказывается даже обсуждать свое доминирование на поясе безопасности при властейских государствах восточной польши до военной румынской бессарабии в частях финляндии захваченных в 1940 году еще два партийных босса помогают ковать российскую риэл политик кто же это такие вы будете крайне удивлены темный смуглый волевой андрей жданов босс партии в ленинграде член всемогущего советского полетбюро близкий друг сталина до войны он настаивал на захвате восточной финляндии прибалтийских государств когда началась война он помогал вытащить ленинград из 50 из 515 страшных дней осады родившийся в семье священника он с доблестью сражался в первой мировой войне сумел разложить армию царя слоганами о мире хлебе и земле после он медленно поднимался по карьерной лестнице а постоянное ораторство придало хроническую охриплость его голосу он чрезвычайно талантливый организатор связный оратор учиться иностранной политики как вам такая характеристика жданово в журнале таймс красивый темноглазый андрей андреев который чем-то похож на идона руководит парламентом ссср верховным советом будучи сыном крестьянина он устроился работать на военный завод привыкнул большевикам во время первой мировой войны его первым ключевым постом было руководство контрольной комиссии партии которая держит красных в тонусе и вычищает тех кто не соответствует идеалам партии вот эти все репрессии чистки здесь названо держать в красном тонусе и вычищать тех кто не соответствует идеалам партии разум андреева интеллигентный и утонченный он близко близок сталину и точно является одним из самых предприимчивых людей россии какова риторика никаких вам теперь никаких вам гулагов не к ничего вот этих вот ужасов нет это держать красных в тонусе это называется едем дальше эти люди не проводят свои политики их работа заключается в том чтобы советовать сталину который принимает окончательное решение но эти люди сделаны из того же теста что и сам сталин их ход мыслей очень похож как только сталин одобряет новый курс об этом объявляет монотонный заикающийся голос комиссара иностранных дел молотова хороший друг молотова николай ленин был и такой описывал как лучший клерк россии этот эпитет несправедлив действительно молотов бесцветный педантичный феноменально работоспособный его разум любит порядок методичность эффективность и все что происходит через него аккуратно хранится на ментальных полочках но он не совсем тупица не точнее извините он совсем не тупица да он ясный мыслитель он стоит на прочном фундаменте знаний истории философии экономики как большинство советских лидеров он цитирует гегеля маркса ленина плеханова и сталина при любой возможности его самый злейший враг лев троский назывался о нем как карьеристе это допить и также не соответствует действительности пишет таймс молотов не притязателен у него была власть на протяжении четверти века половину этого времени он был верным слугой сталина самый высший уровень карьеры который можно достиг россии молотов не дал жажде власти одержать верх над ним но просто какой-то прекраснейший человек вообще он сдержан практически до застенчивости с незнакомцами вскрытие на осторожность теми кого он хорошо знает ведет себя тепло и говорлива молотов еще более говорили в трибуны для него они редкость произвести двухчасовую речь его послание четкие зачастую злобные ироничные но никогда не такие отполированные как выступления рузвельта или черчилля некоторые из речей который молотов принес в 39 41 годах он скорее всего сразу же и забыл по внешнему виду молотов это тэдди рузвельт минус колорит последнего у него широкие брови широкие плечи коренастые телосложения почти единственно среди красных лидеров кто оставил белую ругашку рубашку и галстук аккуратный черный костюм и сильно поношенную фетровую шляпу в качестве концессии к своей пролетарской среде он иногда надевает кепку но даже кепка не может скрыть его не прикрытый облик среднего класса молотов это подпольный псевдоним молот обозначает молоток родился с фамилией скрявин в семье магазинного клерка в селе кукарка жертвой всем семья послала его в гимназию располагавшуюся неподалеку у казань а затем университет петрограде там последствия революции пятого года и обратили его в 16 лет он стал полноценным революционером пишущим плакатом изготовляющим бомбы 19 он был арестован и за россию спустя 8 лет красная волна привела его к власти но до этого молодого молотова арестовывали шесть раз высылали дважды один раз ему удалось совершить побег из ссылки он находился в подполье организовывал железнодорожников учил мароксизм заводил друзей в числе последних был и темный крепкий грузин по фамилии сталин молотов помогал стали напечатать правду в то время официальный подпольный орган большевиков как говорят в 1912 году 22 22-летний молотов влюбился в девушку из школы интерната когда взбирался по забору чтобы встретить свою пассию его ресторал арестовал господи бдительный охранник ценой любви стало отчисление из университета которое позже отменили молотов 3 революции скрывать петрограде с поддельным паспортом он повел вооруженных рабочих на улице захватил власть и организовал советский режим вставляете кто организовал советский режим молотов впечатленный ленин посылал его бегать по все голодные разрушенные россии чтобы организовать и проводить чистки в 1924 году междоусобица между сталином и троском достигла апогея в этом перетягивании каната молотов стал на сторону своего хорошего друга сталина противоречие было долгим и недорогостоящим по его окончанию молотов был награжден премьерством которым владел 11 бурных лет в эти годы он прошел путь от политической машины до государственного управления он был одним из отцов коллективизации русских ферм участвовал в реализации первых двух пятилетних планов работал над проектом новой конституции очень спокойно говорится про коллективизацию очень спокойно говорится про реализацию двух первых пятилеток никаких вам знаете этих вот кровавых наветок в 1939 году мировой кризис начал затмевать все остальное в русском сознании сталин назначил своего помощника молотова на ключевой пост наркомате иностранных дел это было нечто больше чем простая смена лица наркомандели это был новый облик российской политики от коллективной безопасности до стойки с двумя кулаками продвигаемый молотова и его коллегами советниками погоня с такой политикой сталин и молотов приветствовали и ахима фон арбентропа в кремле и вступили в краткое и роковое сотрудничество советского союза нацистской германии за пять недель до того как гитлер напал на ссср сталин взял себе премьерство от молотова перевел его строго на работу комиссариат иностранных дел мая 42 года комиссар иностранных дел молотов сел четырехмоторный бомбардировщик и полетел на запад чтобы искать друзей опять-таки вскользь говорится про пакт молотова риббентропа в лондоне он был известен как мистер смит до 6 мая молотов подписал рукой черчилля 20-летний пакт который до сих пор является основой англо-советских отношений в вашингтоне должностные лица прозвали его мистер коричневый он не подписал пакта и приехал обратно в россию с лицемерным и неправильно понятым заявлением о полном согласии об острой необходимости открытия второго фронта в сорок втором году как позже показали записи такого соглашения достигнута не было с разными целями президент рузвельт и русские одурачили свои собственные народы и весь мир ну и есть еще тут одна потрясающая вещь она называется мадам комиссар молотов женат имеет двух десятилетних дочерей одна из них приемная когда он берет своих девочек на пикник а гпу формирует тактичное кольцо вокруг них мадам молотова лучше известна как полина жемчужина она стройная красивая женщина с чистой оливковой кожей и сдержанным макияжем предвоенное иностранное общество в москве знает ее как очаровательную щедрую хозяйку как хорошо одевающуюся женщину любительница французской литературы ее внешность не дать поверить не даст поверить что в юности она работала на табачном заводе пропагандировала солдат в год революции 30 году сталина сдал свое знаменитое зречение давайте радоваться товарищи мадам молотова стал управлять трестом высшей парфюмерии советского союза как она сама отзывалась о своей работе мой муж работает над их душой а я над их лицами она одела отдела румяной помаду на лицо российской женственности наполнила русский воздух ароматом дешевого парфюма в тридцатом году интересах развития косметики она посетила сша пообедала с мисс рузольт закупила оборудование тридцать седьмом году стала вице комиссаром пищевой промышленности по рыболовству два года спустя она внезапно исчезла с красного горизонта очень интересная подробность вот это вот внезапно исчезла с красного горизонта я вам скажу что с ней случилось ее друзья говорят что она больна и на сегодняшний день посвящает все свое внимание исключительно своей преданной семье могут его проживают трехкомнатной квартире которую когда-то занимали слуги царя на лестнице 10 лестничной площадки с ними соседствует сталин вот такая вот ребята история и сравните например с тем как пишут сейчас про события даже той эпохи кантом new york times какой-нибудь оголтелый колумнист и так далее здесь нет сухие факты такое небольшое но превзношение отдают дань до нашего работничкам так что есть на чем задуматься и это лишь один один журнал а будет еще саркасовским жуковым и так далее но что еще хотелось бы обратить внимание так на прекрасные символы которые находятся на заднем фоне на обложке это англия сша и советский союз серп и молот который некоторыми сейчас трактуется чуть ли не как фашистский символ здесь во всей красе и никто не рассматривал в то время это как коммунистическую угрозу или пропаганду проклятого тоталитарного режима лев орел серп и молот в дружном порыве стремятся победить всеобщее зло или вот это иллюстрации ну полюбуйтесь молотов сталин и ленин в 1917 году ленин был впечатлен сталин был вдумчивым какие зайчики не лидеры кровавого режима с гулагами и репрессиями а просто зайчики ну и конечно же фраза сталина let us be gay comrades в наше время звучало бы довольно странно заключение анонсы следующих пеших прогулок 14 сентября в пятницу в москве в 20.00 мы гуляем по театральному проезду и охотному ряду где рассказываю про все про то что там происходило называется снесем все от большого до охотного театральные страсти террористы сэры первый печатник федоров и так далее 15 сентября суббота в 13.30 в москве экскурсия от петровки 38 до притонов цветного бульвара среди прочего выйдем на каретный ряд так сказать малую родину высоцкого петербурге воскресенье 16 сентября 18 00 экскурсия бродский фильм брата группа ленинград про серебряный век преображенский полк и одно из культовых мест когда-то культовых мест рок-клуб спартак устроены не больше не меньше в церкви также напоминаю что едем в париж 22 октября если у вас есть желание присоединиться или поехать туда в ноябре или в декабре то пишите мне я вышлю все подробности ссылки на все встречи контакты и все прочее есть в описании под этим выпуском оставляйте там же комментарии увидимся пока